Со связью провалились, со связью провалились, еще с войсковой разведкой провалились, выбросили десант на неподготовленную в Гастобиле площадку. Ну, конечно, провалились в том, что говорили, что нас будут с цветами, с музыкой, с песнями, с плясками встречать. Ну, елки-палки. Российские пропагандисты все чаще теряют контроль над своими эмоциями и срываются в эфирах из-за неудач российской армии. К примеру, уже хорошо знакомые нам военные эксперты, полковники Тимошенко и Баранец, которые ведут программу на радио «Комсомольская правда», в сердцах признали, что руководство России полностью провалило специальную военную операцию против Украины. После того, как один из слушателей дозвонился в эфир и спросил, какие проблемы в российской армии вскрыла война с Украиной, дедов буквально прорвало. На радио «Комсомольская правда» у нас в эфире Юрий из Москвы. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, товарищ полковник. У меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, какие проблемы вооруженных сил скрыла специальная военная операция на Украине? Что удалось решить, а что предстоит решить в первую очередь? После этого вполне невинного вопроса у ведущих сдали нервы, и они стали просто разносить российское военное командование. Ну ладно. Начинаешь сначала, Миша, пальцы загибаю. С беспилотниками вначале провалились, а ты продолжишь. Со связью провалились. С беспилотниками провалились, со связью провалились, с контрабатарейной борьбой провалились. С самбудированием провалились. Ой, не говори. Они вообще там как партизаны за свой счет одеваются. С транспортом, я бы сказал, что тоже провалились. Кажется, им легче назвать те сферы, в которых российская армия не провалилась. Потому что, если судить по их словам, то вторая армия мира провалилась буквально во всем, начиная от беспилотников и заканчивая обмундированием и транспортом. На связи я улучшений не видел. Даже китайские эти нагрудные маленькие радиостанции не помогают. Павел Фенкер? Да, говорят, что их мало. В общем, если бы не Китай, то во второй армии мира не было бы вообще никакой связи. Потому что, как известно, производить свои радиостанции путинская сверхдержава за четверть века его правления так и не научилась. Впрочем, китайских радиостанций, как мы слышим, тоже не хватает. Видимо, по той причине, что в российской армии процветает лютое воровство. И сколько бы туда радиостанции не поставили, они все равно не доходят до солдат. Но если вы думали, что на этом перечисление провалов России окончилось, то нет. Дедушек было уже не остановить. И дальше они взялись за российскую разведку, по вине которой был уничтожен российский десант в Гастомеле и Харькове. И что с войсковой разведкой провалились? Выбросили десант на неподготовленную в Гастомеле площадку. Их от пуза положили, да? Да, это он про тот самый гастомельский десант, из которого в России сначала долго пытались делать героев, сочиняли про них всякие героические песни, а затем от греха подальше решили эту позорную тему больше не поднимать. Особенно смешно, что буквально недавно Путин объявил, что он вообще на самом деле никогда и не собирался брать никакой Киев. Ну и, следовательно, положил свой десант в Гастомеле просто так, чисто по фану, незачем. В параллелье марта 1922 года наши войска, как известно, подошли к Киеву. Никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего не говорил, не домысливал, не было. И Харьков, видимо, тогда тоже не хотели брать. И там тоже положили десант без всякого смысла. И так же, когда наши колонны двигались в направлении Харькова и так далее. Они боевого штрафа не читали. Да, тоже провалились. Походного охранения нет, головного нет. В общем, если верить Путину и его пропагандистам, армия, у которой ничего нет, получила приказ просто так высадить десант в Гастомеле и Харькове. Положила его там и затем отступила. Видимо, это был такой хитрый план. Ну, конечно, провалились в том, что говорили, что нас будут с цветами, с музыкой, с песнями, с плясками встречать. Тоже польстились на это. А могли бы и Харьков прибрать, потому что спецназ туда зашел, а войска его не поддержали. Могли бы взять Харьков, но Медведчук наврал, что там население будет встречать Россию с цветами и оркестрами. Поэтому отправили туда недостаточно сил. И вместо Харькова взяли даже не буду говорить, что. В итоге теперь доблестная российская армия мстит Харькову и жителям Харьковской области за то, что те не встретили россиян с цветами и не пожелали предать свою страну. Короче, из слов самих же россиян теперь выходит, что Путин отправил в Украину армию, у которой не было ни разведданных, ни связи, ни обмундирования, ни беспилотников, ни транспорта. И получил соответствующий результат в виде разгромленного десанта, больших потерь и громких поражений. И тут возникает вполне логичный и очевидный вопрос. А как назвать верховного главнокомандующего, который, имея такую армию, решил начать войну? Вот я сейчас даже не про моральную сторону вопроса. Не про то, что эта война преступна, несправедлива, это все понятно. Я сейчас чисто про техническую сторону. Вот человек, который знает, что у него в армии ничего нет, что его армия в таком состоянии, и при этом начинает войну и бросает такую армию в бой. Он нормальный? Вот российские патриоты не хотят спросить у своего верховного главнокомандующего, ты нахерил своих солдат без разведки, без обмундирования, без связи, без транспорта бросил на убой? Это не просто, извините, резиновая попа. Ну, смешно. В любом нормальном государстве настоящие искренние патриоты, которым не плевать на своих людей, на свою страну, уже давно своему верховному главнокомандующему такие вопросы бы задали. Но не российские зет-патриоты. У них позиция вообще шикарная. То есть, с одной стороны, они видят, что происходит абсолютный трэш, и они уже буквально срываются в эфирах, они уже буквально кричат, что все провалилось. Посмотрите, провалились везде, провалились во всем. Спецоперация провалилась, разведка провалилась, связи нет, дронов нет, армию разграбили. Они очень возмущены, они кричат, они возмущаются. Но как только доходит дело до вопроса, а кто же виноват, все затыкаются. Никто из них не может сказать, что виноват человек, который 25 лет возглавляет Россию. И тут же они начинают рассказывать, что да, вот все плохо, конечно, армию разворовали, ничего нет, везде все провалилось. Но Путин молодец, и все делает правильно. И продолжают поддерживать бессмысленную бойню, которую Путин продолжает. Хотя всем очевидно, что это просто какое-то тупое истребление людей, причем невыгодное в первую очередь России. Все чаще и чаще начинает звучать вот это вот слово «переговоры», «заморозка конфликта», «перемирие». Причем это слово, внимание, звучит не только на Западе. Президент Украины неоднократно говорил, что будут представлены предложения о завершении войны, ну, в якобы подготовке к второму саммиту мира. Это мы знаем. Но интересно, что и там на болотах зазвучали подобные заявления. Именно так, что нужно перемирие. Складывается ощущение, что на этот раз Зеленский действительно хочет переговоров. Любая заморозка конфликта, это будет означать, что часть территории Украины останется под российской оккупацией. И здесь нет никаких позитивных новостей. Это нужно четко понимать. С другой стороны, ну, друзья мои, у Владимира Путина, у него же амбиции все-таки были больше и веселее. И чтобы как-то подсластить вот эту вот пилюлю, ну, факт того, что Украина была, если будет, они уже понимают, они теперь вызывают на помощь друга. Как же его зовут-то, этого друга? Его зовут Дефолт. Они почему-то считают, что вот теперь вот как раз наступил момент, что все, у Украины закончатся деньги и так далее. Ну, я, честно говоря, не сторонник такого подхода. Тем более, мы крепко сидим на западных донатах достаточно давно, и это не является секретом. Еще они обычно добавляют, Украина замерзнет. И этой зимой, конечно, нам будет сложно. Но почему мы не замерзнем? Не замерзнем, потому что хотим жить. Потому что других тут вариантов нет. Хотя, опять же, ясно, что зима будет суровой и сложной. Председательствовать в Евросоюзе до Нового года будет Венгрия. С 1 августа Украине грозит дефолт. Потому что кроме тех триллионов, которые они набрали у государства, там можно вести какие-то переговоры, они еще набрали 20 миллиардов долгов у частных инвесторов, те один раз давали отсрочку, в этот раз отказались. И дальше выбор такой. Либо все вот эти пожертвования, которые делает Евросоюз, придется отдавать в качестве процентов по уплате долга. Либо будет придумана какая-то схема списания долгов, отсрочка долгов. Ну, в общем, никто сейчас давить на Украину в финансовом плане не будет. Насчет Венгров. Это же прекрасно. И он является главой государства, которое приседательствует в Европейском Союзе. Перед приездом в Украину он сразу сказал, что его приезд это первый шаг к миру. Ну, или несколько шагов. И опять же, что-то мне подсказывает, что дыма без огня не бывает. Но вот эта вот тема переговоров, получается, да. Да, многие уже не хотят штурмовать Волчанск. В Грайвороне, это окраина Белгородской области, в принципе, тоже готовы к переговорам. Там даже народ настолько готов к переговорам, что он начал интересоваться политикой. Обращаются к Путину, к министру обороны. Жители этого пока еще имеющегося на карте населенного пункта говорят о том, что они хотят получить статус ребенок СВО, получить какие-то компенсации. А особо ретивые вообще говорят, что им бы хотелось получить права, как на оккупированной части Херсонской области. Что это значит? Что ты получаешь бабки из российского бюджета и уезжаешь на какой-то другой полюс, в общем, в другую часть Российской Федерации, но какое-то количество миллионов у тебя для старта есть. А белгородцам предлагают 10 тысяч российских рублей, ну и поцелуй Владимира Путина. Так вот, давайте-ка посмотрим, как они это подают, эту историю про переговоры. Меня не впечатляют эти разговоры о том, что якобы там Зеленский или Киевское, его окружение поняли, что нужно идти на перемирие, потому что того сего нет пятого-десятого. Значит, ну первое, что я хочу сказать, тут есть как раз, на мой взгляд, объективные показатели, обычно ко всякого рода экономическим прогнозам. 7 мая в Конгрессе США рассмотрят такой-то вопрос, после этого мир перевернется или, наоборот, не перевернется. Но поскольку действительно у них дефолтное состояние, что, в общем-то, объективно тут не поспоришь, значит, если им Запад даст очередную отсрочку, значит, Запад их не бросил, ни на какое перемирие они не пойдут. Этот человек, вообще-то, учит россиян журнализму, но какой у них преподаватель, такой, собственно, и журнализм. Значит, сейчас ставки, цена вопроса, она настолько высока, что дефолт Украины и деньги на поддержку Украины и перемирие, это два вопроса, которые не всегда пересекаются, а точнее, в данном конкретном случае не пересекаются вообще. Ну, вот эта вот фраза, что Запад их не бросил, ну, ее надо, наверное, просто зафиксировать, потому что, ну, Путин поставил на вопрос так, что действительно после Путина, да, будет прекрасная Россия будущего, а в случае проблем в Украине, то начнутся реальные проблемы у стран, которые сейчас входят в НАТО. Поэтому поддержка, она будет оказываться, в этом мало кто сомневается, и мне, честно говоря, кажется, и хочется надеяться, что даже в случае смены главы Белого дома, этот подход не изменится. Но почему? Почему Путин готовится к тому, чтобы его начали водить за его нос? Вы не знаете, ему ботокс в нос колят или нет? Это важный вопрос, потому что, если колят, надо аккуратно Путина водить за нос, потому что можно надавить и ботокс в Брым, а там потом проведут пробу, и выяснится, что в ботоксе процента нацизма 146 процентов. Как любит Владимир Путин, чтобы за него голосовали? Идя на переговоры с Украиной, в нынешнем ее состоянии, и в ее политическом состоянии, такое всегда нужно предполагать, что она тебя обманет. Она идет на переговоры только для того, чтобы тебя обмануть. Это категорический императив. Это не обсуждается. Это из области аксиоматики, метафизики и всего остального. Заметьте, даже ястребы российской пропаганды, а это именно они, никто не опровергает сам факт того, что Россия на этот шаг пойдет. То есть они сразу прокладывают эту историю в краткосрочной перспективе, что Путин опять даст штангу. Ну а потом будет ныть, как обычно, меня обманули, меня водили за нос. У нас есть целая подборка видеокадров, где он просто жалуется на весь мир. Причем недавно мы с вами выяснили, что обманывают его не только западные партнеры, но и внутри России его тоже обманывают. Это у нас было в одном прекрасном предыдущем видео. И если вы подписаны на мой YouTube канал и досмотрели это видео до этого момента, значит мы с вами абсолютно на одной волне. А если вы досмотрели, но не подписаны, то как раз наступил момент исправить эту оплошность. Подписывайтесь, называем здесь вещи своими именами. Я не знаю, как сейчас, мы в школе учили замечательную басню Ивана Андреевича Королова «Волк на псарме». И там были такие слова. «С волками иначе не делать мировой, как снявшись шкуру с них долой». Хорошая дефиниция, но тут нужно разобраться, кто же здесь волк и с кого нужно снять шкуру. Еще раз, я не рассматриваю эту ситуацию условное, чисто гипотетическое заморозка конфликта, как идеальная картина мира для Украины. Конечно, нет. Слушайте, если хотя бы один квадратный миллиметр украинской земли остается в оккупации, здесь нет ничего хорошего. Даже сам факт того, что, кстати, Путин сейчас кидает и на костылях, и на мотоциклах, и на костылях вперед, то есть, очевидно, у них идея такая – хапнуть побольше земельки, вот сколько можно, чтобы потом фиксировать это так называемое перемирие. Но будет ли оно – это большой вопрос. Многое зависит от нас. Ключевой момент, конечно же, зависит от нас. Но и от западных партнеров зависит, от техники зависит, от систем поражения, от возможности бить по на российской территории и по российским аэродромам. Ну, как-то странно, да? Эти негодяи по миргороду бахнули, попалили наши самолеты и продолжаются взлетать с Балтимора в Воронежской области. То есть, я к тому, что будущее не предрешено. И разговоры про перемирие, они чисто гипотетические. Но просто я хочу подчеркнуть, что да, у нас есть усталость от войны, но там тоже есть усталость от войны. И внимание, ну, не просто так. Вот эти вот генералы высказывают такие странные речи и таким образом крошат батон на Путина-маньяка. Ну, я считаю, что эта война самая серьезная, самая страшная война из тех, которые российская армия участвовала за все время своего существования. Этот генерал говорит о том, что Россия воюет на своем максимуме. Мы тоже воюем на максимуме. И да, допинг нам в виде западных самолетов, которые летят и бомбят, был бы не лишним. Вот пока *** не снимут до конца вот с этого, и всех, кто за ним стоит, на мировую идти нельзя. В принципе, это не значит, что по разным соображениям мы не будем вынуждены пойти на такие переговоры. Ну, то есть шкуру нам придется снимать с американцев. Оля, садись два, в 95-й квартал в юмористическом шоу тебя не возьмут. Слишком тупо. Значит, снять шкуру с американцев было бы неплохо посмотреть, как вы попробуете это сделать. Но пока даже американские БПЛА, которые патрулируют Черное море в нейтральной зоне, вы почему-то не сбиваете. Хотя все криком кричат, что они наводят ракеты на Крым. И поэтому, с кого снимут шкуру, это большой вопрос. И местами слишком много этих вот признаков, что шкура у Путина начала отслаиваться, это тоже факт. Я бы нашу медиократию укрепил в этом смысле. Для победы в информационной войне. Тут по подкурепера все говорили, «Москва там вся приветствует». Но я к этой части Москвы не отношусь. Речь идет о Канне Вести. Ну, такой достаточно скандальный персонаж. Я не фанат его музыки. Кто хочет, может послушать. Смысл в чем, что он там и политические темы рассматривает время от времени, радуется по поводу того, что увидел отражение Гитлера где-то, или фотографию его. Ну, такой прикольный парень. И он приехал к современным нацистам. И, в принципе, ему там нормально. Хотя были у него тексты в поддержку Украины. Это тоже нужно зафиксировать. Вопрос тут в следующем. Значит, что мы слышим? Вот эта вот супердуховная держава, как они себя называют, преклонили свои белые колени перед американским чернокожим рэпером. И у них сейчас эффект приезда Такера Карлсона. Помните, этот прекрасный якобы американский журналист выслушивал лекцию от Владимира Путина про Печенегов, Рюриковичей. И да, и Гитлера вынудили. Мы это тоже помним. Я сейчас думаю, будет ли Канне Вест встречаться с Путиным, чтобы обсудить этот вопрос, кто же вынудил Гитлера начать Вторую мировую войну. И были ли другие варианты. Но если вспомнить про Такера, как описывала российская пропаганда его приезд. Такер поехал в магазин. Такер купил булочку. Такер покушал кусочек этой булочки и проглотил. Ну а далее, соответственно, уже специально обученный отряд ФСБ телеграфировал Путину в прямом эфире. Такер покакал. У Такера все хорошо. Ну то есть свою вторичность они всячески фиксируют. Потому что вот из-за океана, или как они говорят, из-за большой лужи приехал человек, большой человек. И тем самым они подчеркивают, что они еще кому-то интересные. Причем если кто-то приезжает, например, из страны восходящего солнца, или какого-то там, ну в общем из Китая, то никаких эмоций это не вызывает. А вроде как все славеса направлены на то, что прочь от Запада, все ближе и ближе мы будем к китайским братьям. Они вам не братья, они вам хозяева. Ну кто-то же должен был об этом сказать вслух. А вот наша победа в информационной войне будет тогда, когда какой-нибудь русский, прости господи, рэпер, приезжает в Нью-Йорк, и весь Нью-Йорк стоит на ушах. Около местной гостиницы и ждет, когда он появится. По сути тут сказано, что вся эта многотысячная армия информационных войск Путина не справляются, потому что не могут они выиграть в информационной войне. Почему? Ну в первую очередь потому, что всегда врут. Это первое. И второй аспект, потому что они нацисты. Потому что они перешли границу, они напали. Тут же Канни Вест знает об этом. Кто границу пересек, тот и Гитлер. Собственно, все. Но давайте-ка послушаем, как можно выиграть в информационной войне. Здесь закрадывается масса вариантов. Возможно, этот Третьяков не такой дурачок, как может показаться на первый взгляд. Я пока знаю только одного такого гражданина России, который если приедет в Нью-Йорк, то пол Нью-Йорка выйдут на него смотреть. Это Владимир Путин. Но он не рэпер. И вряд ли он поедет в ближайшее время туда. Кажется, Путина пытаются заманить. Да-да, мы сразу задаемся вопросом. А почему Путин не едет в Нью-Йорк? Ни на Генеральной Ассамблеи он не приезжает. Но вообще в страны Запада перестал ездить. В Армению не ездит. В Украину боится. Там, где ведутся бои. Потому что может что-то прилететь, и он помрет в результате этого. А не ездит он туда. Потому что... Потому что его разыскивает Международный криминальный суд. Но сравнение Путина с каким-то артистом что-то значит. Это значит, что так себе у Владимира Путина авторитет. То есть они вроде как его все вылизывают и поплевывают на него одновременно. Это тенденция, которую я отслеживаю уже не первый день. Ну и вы тоже. Ведь мы здесь единомышленники на этом YouTube-канале. С поэтическим и романтическим названием Роман Самболюк. Вы подписаны, и это здорово. Самое главное, оно никоим образом не меняется. Украина была, е и будая. А на российским захватчикам могила. Потому что на другое они не заслуживают. Редактор субтитров А.Семкин